Они абсолютно разные, но одинаково желанные. Два Dodge Ram и Dodge Challenger. Готовы увидеть приятную особенность? Мы не можем без интернета. Ээээк, что-то мне выпал, чтобы слова. Пошли глянем на морду. Вот мы и в салоне этого шикарного автомобиля. Рэм. 1500. Хэми 5,7 литра. По ВИН-коду 401 лошадиная сила. Комплектация Limited. Давайте взглянем на фары. Они стали другими. Они стали LED. Что ближний свет, что дальний свет. Здесь мы видим датчики активной парковки. Много хрома и радиаторная решетка. Так, дальше мы определяем, что это комплектация Limited. Кто не знает эту модель, тому будет интересно, где расположен крюк. Вот он. Сразу добавлю, что за бампер мы установили GPS-датчик. Очень сильно привлекает внимание это родные диски с логотипом Dodge. Но если мы загрянем чуть дальше, то мы с вами увидим пневматическую подвеску. Давайте с вами глянем первое дооснащение, которое мы сделали. Сразу что хочу сказать, это вес крышки. Она ничего не весит. Поехали, посмотрим. Там, в дальнем углу, у нас находится розетка. Готовы увидеть приятную особенность? Электрические пороги. Давайте посмотрим систему AirTouch Performance, которую мы установили на этот Dodge. Здесь, сзади, имеется кнопочка. Мы ее нажимаем. И экран у нас делится на две части. Нижнюю часть мы видим родной интерфейс. Верхняя часть – AirTouch Performance. Давайте посмотрим самые популярные функции, которые используют автолюбители. Это Яндекс.Карты. YouTube. Звук у нас подключен к основным динамикам. Напомню, в этой марке автомобиля их 19. Но мы также можем вывести звук на отдельный динамик. Он тоже здесь нами установлен. Возвращаемся назад. И очень популярная, удобная функция – это разделение на два экрана. Здесь у нас остается YouTube. А здесь мы можем выбрать Яндекс.Навигатор. Поэтому и наблюдаем за дорогой, и при этом ваши пассажиры могут посмотреть какой-то развлекательный контент. Данная тач-панель не сложнее вашего мобильного телефона или планшета. Вы точно так же можете через Play Market скачать любимые ваши приложения или радоваться развлекательному контенту. Система Android для вас всех очень знакома. И мы много про нее говорили, поэтому углубляться сильно не будем. Еще одна важная вещь. Мы не можем без интернета. И в автомобиле тоже. Если для навигатора мы можем скачать карты и пользоваться оффлайн, то посмотреть YouTube уже не получится. Как же его поймать? Во-первых, можно раздать с телефона. А во-вторых, мы вывели два USB-выхода в бардачок, где можно подсоединить Wi-Fi роутер, либо ваш жесткий диск. Также на данный RAM 1500 мы можем доустановить систему 360, камеру заднего вида, камеру переднего вида. Даже можно установить дополнительную камеру в правое зеркало, для того, чтобы можно было припарковаться, не задев дисками бордюр. Установить развлекательную систему на базе Apple TV для просмотра мультимедийного контента. Установить задние мониторы для пассажиров, которые передвигаются сзади. И еще одна из популярных опций автомобилей, которые используются на бездорожье, это камера ночного видения, которая устанавливается на лобовое стекло и проецирует изображение на экран. То есть в полной темноте можно видеть практически как днем. Еще одна интересная опция для такого большого автомобиля, это установка дополнительной камеры, которая будет смотреть в кузов автомобиля. Например, это актуально в том случае, когда в кузов автомобиля загружается объемный груз, такой, например, как коробки, либо квадроцикл, необходимо контролировать дистанцию между бортами, чтобы ничего не задеть. Вот в этом случае камера будет установлена с задней части кабины автомобиля и будет смотреть на кузов. Это очень удобно для водителя, который просто сидя за рулем автомобиля может контролировать все, что происходит. Еще из дополнительных опций можно рассмотреть установку системы слепых зон для, опять же, такого большого автомобиля. Это актуально при перестроении между рядами. Для того, чтобы дополнительно контролировать ситуацию, используются датчики, встроенные в зеркала бокового вида, которые оповещают о приближающихся автомобилях, либо автомобилях, которые находятся в мертвых зонах. Сейчас вы убедились в мощности и комфорте Рэма. Но так же ли крут другой американец и зовут его Челленджер? ДОДЖ ЧЕЛЛЕНДЖЕР ХЕЛЛКЕТ 6,2 двигателя. Среди владельцев этот автомобиль называют «Ведьма». Давайте начнем с тыльной стороны автомобиля. Посмотрим, что здесь мы установили омыватель на камеру заднего вида. Точно такой же омыватель есть на камеру переднего вида. А камеру переднего вида мы вообще самостоятельно установили. Пока мы идем к дверям, сразу хочу сказать, что этот автомобиль оклеен антигравийной полиуретановой пленкой. Знаете об этом. Ну а теперь, что касается дверей. Сюда мы установили доводчики. Посмотрим, как они работают. Открываем. Закрываем. Пошли глянем на морду. Этот автомобиль передает вот это состояние такого вот парня. Мы установили сюда камеру вместе с омывателем. Поэтому она всегда будет чистая. Еще плюсом, что здесь решетка, которую тоже установили мы. Она намного мельче и не пускает внутрь всякую грязь. Вот мы в салоне этого шикарного автомобиля. Начну потихоньку рассказывать, какие дооснащения мы здесь сделали. Я выгляжу так, потому что в Dodge Challenger нужно выглядеть именно так. Давайте начнем первое. Это навигация, интерфейс, AirTouch Performance. Посмотрим, как она включается, запускается и вообще, как она выглядит в Dodge. Так, кнопочка Back у нас есть. Мы ее нажимаем. Вот запустился наш AirTouch Performance. Здесь все вам знакомо. Яндекс.Навигатор. Система двойного окна. Быстренько пробежим. YouTube. Здесь можно смотреть YouTube. Есть здесь навигацию. Можно делать больше один край, больше другой край. Также возвращаемся домой. Play Market, с которого мы качаем все любимые ваши приложения. В общем, я про это часто говорил. Есть функции намного интереснее в этом Dodge. Сейчас будем их смотреть. Обратим ваше внимание наверх. Здесь у нас подочечник. Но кроме того, что туда можно положить очки, там еще есть три кнопки, которые мы установили. Первая и вторая кнопка включают и выключают функции звездное небо. На крыше об этом чуть позже. И одна кнопка функции, о которой я рассказать не буду. Но она очень крутая. Нельзя афишировать. А вот про звездное небо я сейчас вам расскажу. Давайте для начала посмотрим, как оно выглядит. Потому что здесь летают кометы. И это прям очень интересно и очень успокаивает и завораживает. Продолжение следует... Красота, да? Согласны? Как же им управлять? Во-первых, есть приложение специальное, которое можно скачать и управлять этим звездным небом. Ну, а также есть пульт. Пульт очень простой. Здесь у нас есть вся цветовая гамма. Мы можем менять яркость. Делать больше, меньше. Можем менять цвет. Вот, пожалуйста, у нас здесь зеленый, синий, белый. Ну, потому что я сюда на нем. Можно брать ближе к красному и ближе к желтому. Кометы продолжают также лететь. Я думаю, что для своей барышни или спутницы вы прям оставите неощутимую любовь к вам после такого неба. Про звездное небо все рассказали. Но одно забыл я вам сказать. Посмотрите, оно же сделано на ткани алькальтара. И не только крыши, но также стойки. Это тоже все сделали наши мастера по просьбе владельца. Dodge Ram. Dodge Challenger. Какой выбрать, решать вам. Ну, а сейчас я прошу вас, подписывайтесь на наш канал. Звоните в колокольчик. С вами был Паша Хаджаев. Всем пока-пока. Да, стоп. Напишите в комментариях, какой вариант вам ближе. Субтитры сделал DimaTorzok